Сложный год, полное ограничение остался позади. Главы Министерства экономики и финансов рассказали о результатах проделанной работы. В законодательном собрании представили цифры статистики. В разгар пандемии пострадала сфера предпринимательства. Для бизнеса в прошлом году были организованы меры поддержки. 430 миллионов рублей спасли более 2000 подрядов. Это и снижение административных барьеров, это и прямое софинансирование затрат, это и дополнительные займы на выплату, в том числе и зарплаты. Предприниматель Дмитрий Акулин занимается ресторанным бизнесом. Коммерсант признается, выживать в режиме ограничений было сложно. Остаться в обойме ему помогло государство. Инструменты, разработанные в Министерстве экономики, оказались эффективными. Частичное субсидирование арендных платежей и коммунальных, которым мы благополучно воспользовались, а также важное решение, ввиду отмены на федеральном уровне единого налога на миллионный доход, региональное правительство Минэконом выпустило льготную систему налоговложения по упрощенной форме в виде 1% вместо 6%. Благодаря правительственной поддержке 13 тысяч людей избежали безработицы. Промышленность также не скатилась по показателям. Около тысячи рабочих мест создали на предприятиях во время пандемии. В 2021 году необходимо сохранить результаты и двигаться дальше. Основные направления для нас, мы понимаем, это восстановление в полном объеме промышленного производства. То, которое незначительное снижение было у нас в 2020 году. Поэтому индекс промпроизводства на 2021 год мы для себя планку ставим 103%. Это, конечно же, продолжение создания новых рабочих мест. Сфера финансов в прошлом году не понесла потерь. Напомним, доходная часть составляла более 56 миллиардов рублей. В итоге прибыль выросла на 800 миллионов. Среди регионов Поволжья Ульяновская область заняла третью позицию по темпам роста. Структура расходов, как и в прежние годы, сохранила социальную направленность. Федеральная поддержка тоже была оказана беспрецедентной. Мы получили почти дополнительно 10,7 миллиарда рублей, в том числе и на мероприятия, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции, и на поддержку экономики, и на выплаты медицинским работникам, которые непосредственно участвуют в лечении больных. Парламентарии приняли отчеты глав министерств. Эффективность работы Минфина и Минэка оценил председатель комитета Заксобрания по бюджету Александр Чепухин. Налоговая ставка же не менялась по МДФЛ. А если мы получили плюс, значит это рост заработных плат, это новые рабочие места и, конечно, выход бизнеса из тени. То есть все эти три показателя, опять же, работа и Министерства экономики, и Министерства финансов. Чепухин высоко оценил работу Минфина. Например, за постоянно растущий госдолг Ульяновская область стала платить меньше, чем в прошлые годы. Так получается благодаря тому, что специалисты министерства выжимают минимальные ставки по заемным средствам. Будь то это облигации или же кредиты. Виктория Черкова, Артём Куранов, Уллправда ТВ.